Врачи предупреждают, что у всё большего числа британцев обнаруживаются признаки недоедания. Ассоциация общественного здоровья предупредила, что участились случаи заболевания рахитом, потому что многие люди просто не в состоянии позволить себе разнообразно питаться. С вами на связи наша коллега из русской службы BBC, Яна Литвинова. Яна, неужели людям действительно не хватает денег на еду? Добрый день, Ксения. Вы знаете, всё упирается в старую проблему. С 2007 года цены на продукты питания Великобритании выросли на 12%. И в тот же период времени реальные заработки снизились на 7,5%. Впрочем, Ксения, я предупрежу сразу, что это не официальная статистика. Это данные той самой Ассоциации общественного здоровья, которую вы упомянули ранее. Это благотворительная организация, в которую входят представители трёх королевских колледжей хирургии. В Лондоне, Эдинбурге и Глазго. И в её задачу входит выработка рекомендаций правительству и развитие общей стратегии развития здравоохранения. Ещё одна неправительственная организация, информационный центр здравоохранения и социальных служб, утверждает, что за последний год число людей, попавших в больницы с признаками недоедания, увеличилось с 5,5 тысяч до 6,5. Это, конечно, огромный рост. При этом я подчеркну, что признаки недоедания не означают, что человека доставляют в клинику в состоянии предельного истощения. Речь идёт о следующих симптомах. Похудание на 5-10% за несколько месяцев, ну, если, конечно, человек специально не сел на диету, снижение веса мышечной массы, хроническая усталость, возрастание числа инфекционных заболеваний и постепенные изменения в характере. Человек становится раздражительным, вялым и часто находится в состоянии тревоги. При этом правительство утверждает, что на преодоление этой проблемы выделено несколько миллиардов фунтов. А, например, детям из малоимущих семей предоставляют в школах бесплатное питание. И в последние годы огромный упор делается на то, чтобы это питание было разнообразным и здоровым, включало побольше овощей и фруктов. Показательно, что когда началась централизованная борьба за здоровую еду в школах, многие дети стали жаловаться, что им совсем невкусно. И они бы по-прежнему предпочитали бургеры и картошку, жареную во фритюре, салату из свежих овощей и диетически тушеному мясу. И сейчас, в период летних каникул, а они у нас не такие длинные, как в России, всего 6 недель, местные советы придумывают разные схемы, как им по-прежнему кормить малообеспеченных детей. В ход идут и детские площадки, которые кормят школьников завтраками и обедами, и специальные кухни, работающие на каникулах, и школьные клубы, получившие название «Веселье и еда» – «Fun and food». Однако проблема остается. Ассоциация «Trustle Trust», которая занимается бесплатной раздачей продуктов малоимущим, сообщила, что в прошлом августе число детей, прибегающих к ее помощи, выросло на 21% по сравнению с июнем. То есть, лишенные школьных обедов во время каникул, дети просто не получают достаточного питания дома. Однако по-прежнему есть немало людей, в том числе и работников здравоохранения, которые считают, что здоровая еда совершенно не обязательно должна быть дорогой. И что зачастую малоимущим семьям проще купить огромный пакет замороженных сомнительных котлет, нежели придумывать что-нибудь из имеющихся в супермаркете овощей и фруктов. Один из главных борцов за здоровое питание в школах, телешеф Джемми Оливер, всегда как мантру повторяет, что не надо покупать в магазине уже расфасованные, почищенные и порезанные овощи. Они стоят на порядок дороже. Однако это касается людей, у которых все-таки есть какие-то деньги в запасе. К сожалению, есть и такие, которые настолько страдают от отсутствия денег, что принимаются воровать еду. Правда, и тут есть оговорка. Не существует статистики относительно того, какое именно количество мелких воров из супермаркета является родителями, отчаявшимися на кормить детей, и у кого действительно не хватает денег именно на еду, а не на выпивку или сигареты. И вот Ксения, один из заместителей министра здравоохранения, Дэн Полтер, например, настаивает, что правительство делает все возможное, чтобы все население страны хорошо и разнообразно питалось. И что рост числа людей, попадающих в больницы с признаками недоедания, вызван тем, что медики стали гораздо лучше диагностировать эту проблему. В ближайшие два года местные советы получат 5,5 миллиардов фунтов. Это больше 9 миллиардов долларов. Именно на решение проблем здоровья общества, в том числе и на борьбу с недоеданием. При этом, чтобы дать вам, так сказать, полную картину, добавлю, что недалее, как в прошлом году, Национальная система здравоохранения опубликовала доклад, в котором говорится, что если нынешние тренды не остановить, то к 2030 году почти половина населения страны будет страдать от ожирения. Поэтому правительственные чиновники и настаивают, что главное – это научить людей правильно питаться. Ксения. Да, спасибо, Яна. На связи с нами была наша коллега из русской службы Би-Би-Си, Яна Литович.